Эфтрафикация – это процесс ухудшения качества воды из-за избыточного поступления в водоем так называемых биогенных элементов. На дне грязный ил, а чуть выше растет трава, которая каждую зиму опускается на это дно. По сути, это превращение пруда в болото. Именно это и происходило с Рюменским прудом. Водный объект рядом с зеленой зоной города неумолимо и неизбежно превращался в дурнопахнущее болото. Однако ситуацию решили изменить. Несколько лет назад появился проект под названием «Экологическая реабилитация Рюменского пруда». Первая и самая главная задача – очистить пруд от донных отложений, коих за много лет скопилось не так уж и мало. Для этих работ привлекалась специализированная техника под названием «Ватермастер». Это земснаряд, с помощью которого можно выполнять дноглубительные работы. Это землесосные самоходные снаряды, которые позволяют через пульпопровод удалять пиловые отложения и производить дноглубительные работы. С последующей транспортировкой излеченных грунтов на площадки специально подготовленные, на которых все это закачивается в геотубы, так называемые. Работы по очистке пруда продолжались 9 месяцев. Вся вода очищалась от донных отложений, фильтровалась, а затем сливалась обратно в пруд. Работы прошли в 2017 году. Притом техника могла работать даже при 15-сантиметровом слое льда. Сейчас все очистные работы закончились. Было удалено 12 метров донных отложений. Всего вывезли более 80 тысяч кубометров обезвоженного мусора. С трех сторон Рюминского пруда три водопритока. Со стороны дороги, парка и третий – это Лыбедь. Сейчас здесь установлены три фильтрующих сооружения, чтобы предотвратить повторное загрязнение. Загрязненные стойки с поверхности как водных объектов, так и прилегающие территории будут, проходя через эти фильтрующие сооружения, очищаться. То есть в самом пруду будем надеяться, что качество воды у нас улучшится, как минимум на один показатель. То есть класс качества воды улучшится. На дне, по словам Надежды Абрамкиной, сейчас остался крупногабаритный мусор, такой, как автомобильные шины. Специальная техника не предназначена для его уборки. А вот купание здесь – это пока из области фантастики. Для того, чтобы это место превратилось в пляж, здесь должны быть определенные экологические показатели. И как раз для отдыхающих весь крупногабаритный мусор придется удалить. К тому же стоит позаботиться и о трех других водопритоках. Качество воды придется улучшать и там. Так что пока купание здесь остается только мечтать. Работы проходили не только в воде, но и на берегу. Было высажено 50 саженцев берез, а на берегу лежат биоматы. Биоразлагаемая ткань, в которой запечатаны семена растений, то есть многолетних растений трав. К сожалению, вот сейчас вы видите то, что было постелено в прошлом году, как-то вот тенденция к прорастанию этих биоматов, она немножко замедлена. Это специальная трава, которая служит для укрепления берегов. На другом берегу установлена плотина. В скором времени будет официально объявлено обо всех проделанных работах. А пока рязанцы наслаждаются прогулками у пруда и рыбалкой. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин